Добрый вечер, дорогие друзья! И сегодня хочу записать продолжение видео. Помните, мы остановились на влияниях. Мы остановились на влияниях и на том, что весь мир творится в нашей голове. Я хочу сегодня обсудить с вами еще одну тему и опять задать вопросы для того, чтобы они заставили вас задуматься. Смотрите, мы все верим в чудо. На чуде строятся практически все религии. У нас есть святые мощи, у нас есть святые иконы. Мы все верим в какие-то сверхспособности святых людей. Мы верим в канонизированных людей. Мы верим в помощь Матроны и так далее. Мы верим в то, что какие-то йоги умеют левитировать и так далее. И каждый человек почему-то в какой-то момент просто теряет критичность, когда заходит вопрос о сверхспособностях, о развитии сверхспособностей. И в это время человеку в сознание зачастую вливается очень много каких-то непонятных вещей, которые он принимает сперва за догму, проживает, принимает правду, все классно. А потом у него наступает момент разочарования, идет развенчание. Как же так, его же обманули, он такой порядочный, он верил в это, а это не помогло. И особенно страшно, когда это не помогло, вот эта вот вера в чудо, она не помогла, например, тяжело больному человеку. Смотрите, конкретные примеры. Вот есть, например, такое направление, называется тета-хиллинг. И в тета-хиллинге есть такой курс, называется ДНК-3, курс про развитие способностей человека. И там весь курс, он достаточно дорогостоящий, он стоит там больше 600 долларов. И его ведут тренера, которые рассказывают, какие убеждения в системе ценностей мешают человеку достичь каких-то сверхспособностей. Более того, эти учителя работают с этими убеждениями, люди их удаляют, им дают задания. Ну, не получилось, значит, это твоя проблема, потому что у тебя стояли такие убеждения, и ты их, соответственно, не проработал. А человек приходит на курс в надежде постичь сверхспособности. Но самое парадоксальное, знаете что? Этот курс прошли тысячи людей. Тысячи по всей России, Европе, США и так далее. И я не знаю и не встречала нигде момента, чтобы человек сказал, да, он видел реально сверхспособности, которые продемонстрировал тренер. Вопрос, что мешает людям задать непосредственно этот вопрос на семинаре, платя 600 долларов за курс? Меня этот вопрос всегда удивлял. Понимаете, я понимаю, что в это время могут быть оправдалки, не получилось, там вот с группой работают и так далее. Или, извините, покажите мне видео этих тренеров. Реально люди, которые обладают какими-то сверхспособностями, ну, практически у меня все на карандаше, с которыми можно взаимодействовать. И знаете, что интересно, что среди них нет тета-хиллеров. К чему я это говорю? Я не имею ничего против направления тета-хилинга. Более того, я его много лет поддерживаю, потому что там есть великолепный, базовый, продвинутый курс, которые действительно помогают человеку понять принципы работы, дают техники работы с неэффективными программами и убеждениями. Я говорю это к тому, что для того, чтобы проявить сверхспособности, работать надо не с убеждениями, работать надо с верой. С верой всегда, в себя. И даже человек, который обладает какими-то заболеваниями, весь такой хромой и убогий, у него есть возможность проявить свои сверхспособности, потому что сверхспособность — это удел чистого сознания. И таким образом, акцентируя внимание на работу с убеждениями, а это наше эго, это наши личностные программы, которые там хранятся, и работа с программой ума наша, но они нужного выхлопа нам не дадут. И вот эта подмена, она зачастую влияет на то, что, приходя на курсы, приходят люди больные, вместо того, чтобы им родить веру в себя и дать действительно моменты, которые помогут избавиться от заболевания, у человека ведется подмена на то, что он работает с чем-то, его уводят в сторону, и он не достигает нужного результата. С программным обеспечением на самом деле работать надо. Это всего лишь часть, одна часть. Если у вас, вашей сверхспособностью будет убрать определенное заболевание в теле, то это будут не только работы с программами, это будет и работа с телом, потому что болезнь, поселившаяся в теле, она уже имеет проявление в теле. Значит, работа с телом обязательно. Что относится к работе с телом? Будет относиться работа как с медикаментами, это ведь химические вещества, которые непосредственно влияют на тело, то есть от медицины мы не отказываемся. Это работа с травами, то же самое химические вещества, которые влияют на тело, плюс особая энергетика. Отдельно надо работать с энергетикой, отдельно надо делать физические упражнения по возможности, чтобы поддерживать мышечный тонус. И получается, что вырванный контекст какой-то системы, он мешает человеку комплексно погрузиться в себя, в решение данной конкретной проблемы. Но при этом у человека могут быть результаты, даже когда он приходит в какую-то систему, и, грубо говоря, вы видите, что ему вешается лапша на уши, а у него реально есть результаты. Откуда они у него есть? У него получилось включить режим веры. Режим веры в себя и в результат. Это очень маленький процент людей, но те, у кого это случилось, это здорово. Это здорово. И вот из моей практики то, что я заметила, необычайным образом веру в себя укрепляют не чужие системы и не чужие результаты. Еще раз повторюсь, каким бы великолепным Гуру не был, как бы он много вам не демонстрировал, и у вас может получаться в присутствии Гуру, когда вы остаетесь один на один с собой, в вашем восприятии есть только вы. И в этих состояниях вера будет только в вас, в самого себя. И каждый верит в самого себя, и в зависимости от вот этой веры, у него включается ресурс на какие-то вещи по творчеству, по творению, по сотворению вот этого мира и по сотворению каких-то проявленных моментов вот его бытия здесь. Что же укрепляет веру наилучшим образом? Очень классный момент, когда веру не просто укрепляет, а заменяет режим знания. То есть, когда человек знает, наука и доказана, вот эта машина, она поедет, вот этот троллейбус придет в 9 часов утра, вот это вот тогда-то, вот это то-то. То есть, есть констатация фактов, которые повторяются и которые неминуемо будут, и тогда у человека однозначно, если он идет вот по этим научным рельсам, у него однозначно будет результат. Хотя здесь тоже могут быть сбои, да, троллейбус может на самом деле опоздать и притение по расписанию, но у подавляющего большинства людей результат будет. Это режим знания, но накатать знания в сверхспособность, ну, пока я не знаю таких людей, у кого это очень круто получилось, а вот веру в себя помогает оттренировать, как ни странно, мелкие моменты в жизни, мелкие удачи. Вот здесь сработали ставки, вот здесь сработало моделирование, вы получили какой-то результат, вот здесь вы захотели, и раз у вас проявилось, вот вы только подумали, что покажется, такой автомобиль он показался, вот у вас в голову пришла мысль, и вы четко отследили, как она материализовалась, и так шаг за шагом, на мелочах, на мелочах тренируется наша вера в себя. Наша вера в дальнейшем помогает нам формировать реальность осознанно. И вот видите, как получается, что оказывается, вот все вот эти дополнительные, вспомогательные инструменты, они могут быть, а могут и не быть, типа там работы с убеждениями, либо там энергетические какие-то практики, либо статус здоровья, либо-либо. Для того, чтобы поверить в себя, человеку, ему надо остаться наедине с самим собой, быть самим собой, и увидеть результаты своего мыслительного процесса. Вроде бы немного, вроде бы не сложно, а оказывается, как сложно оказаться в социальном мире наедине с самим собой, как сложно в социальном мире остаться самим собой, как сложно в социальном мире выделить время на то, чтобы остановить бег, замедлить его и заметить, как твои же мысли начинают проявляться. В этом плане людям, раньше верующим, которые уходили в аскезу и жили в отдельности, им, конечно, было легче достигать каких-то сверхспособностей с одной стороны. Но с другой стороны, вот эти проявления сверхспособностей, они-то не всегда говорят о высоком духовном развитии человека, о доступах к информации и так далее. И здесь тоже есть качели. И иногда имеет смысл задуматься вообще, что человеку надо в жизни для того, чтобы одновременно развиваться как духовно, так и обладать определенными какими-то способностями. Но все же сверхспособности проявляются на определенном уровне нравственности. Все же эти вещи где-то, 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 где-то имеют общие корни. Помедитируйте на эту тему, подумайте на эту тему и подумайте на тему того, в какой момент вы включаете все-таки критическое восприятие и готовы к тому, чтобы расширить диапазон своих действий для достижения результата. Иногда бывает мало просто взять и отработать какую-то одну технику. Иногда надо разложить и сделать весь диапазон, особенно когда речь касается вашего здоровья. Ведь действительно чудо, когда человек очень быстро поправляется. Действительно чудо, когда неизлечимая болезнь уходит. И в то же самое время ничем не меньше чудо, если у вас получается подвигать предмет без рук или материализовать, проявить какую-то вещь в жизни или поуправлять электронным генератором чисел или электронными весами сделать предмет невесомым. На самом деле это все, все чудо и это все возможно нашей психике. Ее ресурсы неисчерпаемы. На сегодня спасибо. Была с вами Наталья Зайцева. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok